МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина встретилась в администрации железнодорожного района с жителями, чтобы обсудить актуальные вопросы. Такие приемы по поручению руководителя региона Вячеслава Федорищева пройдут во всех внутриградских районах. Спектр тем разнообразный – вывоз мусора, благоустройство дворов, ремонт дорог и тротуаров, работа общественного транспорта. Накануне на въезде в Самару на московском шоссе произошла авария с общественным транспортом. Водитель машрутки потерял сознание за рулем и врезался в грузовик. Погибших нет, водителей и двух пассажиров госпитализировали. В Самаре состоялся матч четвертого тура РПЛ между крыльями Советов и факелом из Воронежа. Самарцы победили со счетом 2-0. В областной столице отметили День физкультурника. В этом году он юбилейный, 85-й. На набережной работали 40 интерактивных площадок, где спортсмены демонстрировали свои навыки. Прошли бесплатные занятия по йоге, силовой гимнастике, боксу, пляжному волейболу. Праздник завершился масштабным забегом. Сегодня в России отмечают День военно-воздушных сил. К авиаторам и ветеранам обратился глава региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что Самарская область имеет давние и прочные традиции авиастроения. Вячеслав Федорищев поблагодарил военнослужащих и ветеранов за профессионализм, полную самоотдачу, службу Отечеству и готовность выполнить свой воинский долг. Список решений поручений главы Самарской области Вячеслава Федорищева по итогам работы в выходные. Пригласить в регион работать врачей из других областей. Разработать проект по ремонту проблемных корпусов городской больницы номер 6 и программу по привлечению специалистов в поликлинические отделения. Восстановить стадион «Заря» в советском районе Самары. Подготовить проект развития всех парков Самары и отдельно парк Победы. Закрепить за каждым городским парком заместителей мэра Самары. Россияне стали в полтора раза чаще заказывать зарубежные туры. По данным сервиса для планирования путешествий, их доля выросла до 53%. Больше всего увеличился спрос на поездки в Венгрию и на Филиппины. В два с половиной раза больше запланировано туров в Грецию. ПП-десерты зачастую содержат столько же калорий, сколько и стандартные десерты считают специалисты. В этих продуктах пшеничная мука заменяется на рисовую, миндальную или кокосовую. Столовый сахар на тростниковый, финиковый, кленовый сироп и другие заменители, которые по своей химической структуре являются теми же простыми углеводами, что и столовый сахар. Субтитры создавал DimaTorzok